В The Elder Scrolls V Skyrim вечно темой являются квесты войны. Кто же? Империя или братья Бури? Кто же должен стать тем самым единственным освободителем Скайрима? Ульфрик или генерал Тулей? И конечно, когда-то давнодавно я уже делал видео Империя или братья Бури, где высказал свое мнение. И вы тоже высказали в комментариях. Это видео можно найти, ссылочка в описании. Но есть одно но. После прохождения квеста войны из-за братья Бури или Империи, у многих, многих жителей Скайрима, которые пережили эту войну, осталось свое уникальное мнение. За братья Бури или Империю? За победу тех или других? И как раз там мои подписчики, спасибо вам, уже давным-давно мне пишут, Вань, обрати внимание на это. Там есть очень любопытные вещи, о которых вы, возможно, никогда не знали, друзья. Так что, давайте послушаем. Слушаем, как же меня бесит, что после квеста войны, мой любимый город постоянно разрушен. Ну почему? Почему нельзя было сделать там через 10, через 20, через 3 месяца, чтобы все это восстановилось? И постоянно ты бежишь и видишь эту разруху, которая напоминает тебе о войне. Если есть какой-то мод, друзья, пришлите, я посмотрю, что все это чинит. Вас тоже напрягает, а? И, друзья, у меня есть опрос братья Бури или Легион в сообществе. Ссылочка в описании. Я сейчас прохожу Скайрим, так как никогда не проходил. Наконец-то пройду Скайрим на 100%, где вначале только побочные, вначале побочки, потом только гильди и в самом конце буду проходить сюжет. Это все на стримах, это все в режиме выживания, на Легенде и где я не качаю здоровье. Ссылочка в описании на стрим. Залетайте практически каждый день. И вначале я хочу показать реакцию на победу братьев Бури. Я ничего не делал. Басхва, Таоса и всех богов. Вайтран освобожден истинными сынами Скайрима. Нет сомнений, ты и всем сердцем приветствовал братья Бури. С распростертыми объятиями, песней в сердце моем и слезами в глазах. Басхва лим Таоса, ибо это славный день для Вайтрана и всего Скайрима. Наконец-то к нам вернулась свобода. Кеймскер. Не, ну конечно, что он скажет, когда он просто от Таоси 24 на 7. Тут понятно. Вайтран, базар, местная красавица. Привет. И так тяжело жить, когда все мужики к тебе пристают. Но этот Барт хуже всех. У нее появилось новое диалоговое окно. Братья Бури не доставляют ли тебе хлопот? Ммм, показали тут братья Бури, как будто они не моются. Это неряхи, да? Но спросим еще. Местный кузнец, Адриана Авеничи. Что-нибудь поменялось с приходом братья Бури? Да не особенно, нет. Правда, клиентов у меня теперь поменьше. Братья Бури не торгуют ни с кем, кроме нордов. Если бы я не была замужем за Ульфбертом, то разорилась бы. О, как? Прям ни с кем? И сразу стало любопытно подойти к муженьку Ильо, с кем торгуют братья Бури. Кто правит Вайтраном? Ярл Вайтране – Вигнер почтенный. Я думаю, он когда-то был великим героем, раз все соратники зовут его почтенным. Только не слишком ли Вигнер стар для Ярла? Если он поглупел и потерял хватку на старости лет, что будет с жителями Вайтрана? Немного все-таки переживает, что поменялся Ярл, да? Немного есть у него доли сомнения. Даника, совет весны. Повлияло ли на жизнь храма восстание братья Бури? В какой-то мере. Сначала мне казалось, что это все происходит где-то далеко. Просто рассказы стражей и торговцев. Потом пошли раненые. Я помогала им, чем могла. Со временем в храме оказалось столько больных и раненых, что работа целителя отодвинула на второй план долг жрицы. Скорее бы закончились эти битвы, чтобы я снова смогла заняться храмом. Да. Скорее бы. Йорланд, рад ли ты, что к власти пришли братья Бури? Мой брат Вигнер точно доволен. Как Балгруха выкинули, так его новым ярлом сделали. В конце концов, что имперцы, что братья Бури одним миром мазаны. Только и делают, что указывают, как мне жить. Так лучше я родича послушаю, чем какого-то императора с юга. Классная позиция, да? Тайверна Вайтрана. Хульда. Как живется при власти Ульфрика? Ну, стража братьев Бури пьет куда больше, чем имперцы. Так что я зарабатываю побольше. С другой стороны, они парни крутые. Каждый вечер кто-то затевает драку. И мне то стул поломают, то стол разнесут. А в целом, почти ничего не изменилось. Почти ничего. Надеюсь, империя скоро пришлет подкрепление, чтобы выбить этих варваров из Вайтрана. Олфрид. Покровитель великого клана сынов битвы. Думаю, это имя тебе известно. Да, они за империю. Братья Бури, наверное, тебя не жалуют? Ну, еще бы. Я не скрываю своей верности империи. Я не трус. Меня дважды грабили. А раз ярлом теперь Вигнер, справедливости можно не ждать. Он, наверное, сам братьям Бури и подсказал. Они тут стали мне грозить, что всю семью в изгнание отправят, если попадемся на сотрудничестве с империей. Словно мы шпионы какие. А что тут говорить? Нет у меня особой любви к этим повстанцам. Но, тем не менее, в тюрьму его никто не посадил, и он высказывает свое мнение. Понимаете? Товары Беллитора. Привет. Империя, братья Бури, мне наплевать, у кого тут власть. Я хочу зарабатывать. Все продается, дружок. Понятно. Была бы у меня сестра, вмиг бы ее продал. А сана, должно быть, плохо отразилась на торговле? Да нет, не очень. Мне всего-то пришлось запереть двери, спрятаться под прилавок и молить богов, чтобы они сохранили мне жизнь, а моя лавка не сгорела дотла. А так, в целом, дела идут как обычно. Ну что, хочешь спросить меня про еще какие-нибудь очевидные вещи? Как идут дела? Необычно, скажем так, с учетом всех обстоятельств. С одной стороны, припасы доставать сложнее, поскольку торговцев на дорогах все меньше. С другой стороны, дефицит припасов привел к, скажем, небольшой инфляции. Самое главное, что у меня есть то, что тебе нужно. И мой товар стоит своих денег. Настоящий торгаш, да? Оренгар, а кого ты поддерживаешь империю или братья Бури? Да, сейчас глупо задавать этот вопрос, но все же. Если я скажу, что это не лучший вопрос, ты поймешь, что я имел в виду? Вряд ли. Так или иначе, пока в мои исследования никто не лезет, мне все равно, кто командует. А теперь прошу извинить. У меня дела, а твои вопросы меня ужасно утомляют. Удачного дня. Правда, там кто хотите, лишь бы не лезли в мои дела, да? Брил новый управитель. Если б не Вигнер, был бы мне конец. Он приютил меня и помог измениться к лучшему. Должно быть у тебя полно забот в связи с новой сменой правительства. Ну, могло бы быть и хуже. Предыдущий управитель, Провентус, вел очень подробные архивы. Но в целом, да, пришлось плотно поработать. Вигнер не хочет, чтобы перемены сказывались на жизни его людей. Им и так нелегко приходится. А теперь подойдем к новому Ярлу. Пайтран снова вернулся в руки законных владельцев. Славный день для Скайрима. Мы, серые гривы, долгие годы враждуем с сынами битвы. Нет врага злее, чем старый друг. Это точно. Это точно. Как новый Ярл, какие главные цели ты перед собой поставил? В первую очередь, нужно все отстроить и вылечить раненых. Мы должны привести город в порядок. Жители на нас рассчитывают. Как все успокоится, я планирую набрать побольше людей в городскую стражу, а потом увеличить запасы воды и пищи. Империя может попробовать отбить город. Или чего доброго, к нам пожалует дракон. Нужно быть готовым ко всему. В принципе, как любой политик, да, говорит правильные вещи. Но есть доля неверенности, или мне показалось. Но также, почему-то город, как было разрушен, так и остался. Маркарт, Ярл поменялся. Кого ты поддержишь в этой войне? Че за глупый вопрос опять? Имперцы ослабели. Это из-за них нам пришлось разбираться с изгоями. Но теперь мы стоим у руля, и дикарям не поздоровиться. Как только война кончится, я обращусь к Ульфрику, чтобы он отправил ополчение очистить предел от этой угрозы. Тогда изгои поймут, где их место. В шахтах. Серебро нам добывать. Не совсем правильно, мне кажется, но это Скайрим. И он сурово. Солитьют. Кузнец. Когда братья Бури захватили Солитьют, я думал, что все застопорится. Но они мне заказывают почти столько же, сколько имперцы. То есть ничего не поменялось, да? Ты делаешь доспехи для братьев Бури. Теперь-то? Да, все работаю на людей вроде тебя. Осталось еще зачистить лагеря имперцев. Для этого нужно оружие и броня. Заходи, если понадобится оружие или броня. Кузня всегда работает. Ну, с другой стороны, что он нам скажет? Мы же за братья Бури. И, друзья, после победы братья Бури в святилище, в Солитьюде появляется Халос. Элисиф прекрасная. Ярл Солитьюда. И Ульфрик оставил ее при троне. А что ты думаешь об Ульфрике теперь, когда он победил? Ульфрик хотел занять трон Верховного Короля. Думал, что заслуживает его больше, чем Торук. Теперь Ульфрик получил желаемое. В этом мире нет никакой справедливости. Удачи. Помолись за Солитьюде. У тебя дело при дворе? Почему Ульфрик оставил Элисиф в живых? Потому что ее смерть не принесет никакой политической выгоды. Сохранив Элисиф жизнь, Ульфрик добьется окончательного разделения империи и Скайрима. Пока тут войска Ульфрика, Элисиф придется поддерживать его претензии на корову. Он укрепляет свои позиции и не оставляет им выбора. Более того, отказ Ульфрика казнить жену своего врага выглядит актом милосердия. Это просто гениальный ход. Действительно, умно. Рифтон, Ярл, Лайла. На чьей стороне в этой войне? Я считаю, что цели Ульфрика достойные, но в первую очередь меня заботят жители Рифта. Они и так-то едва сводят концы с концами. А как им жить теперь, когда над головой сгущаются черные тучи? Мое сердце болит за них. Будь в казне побольше средств, я могла бы заботиться обо всех, как о членах одной большой семьи. Какая она добрая, да? А что сам Ульфрик? Цель Ульфрика и братьев Бури выдворить войска империи из Скайрима и признать конкордат белого золота недействительным на наших землях. Многие взяли в руки оружие и отдали жизни за эту цель. Боюсь, еще долго эта земля будет пропитана кровью. А что такое конкордат белого золота? Тебе, конечно, известно о великой войне между имперцами и эльфами, именующими себя Альдмирским Доминионом. Эта война окончилась подписанием конкордата белого золота. Нам говорили, что этот договор – плата за мир и стабильность в империи. Одним из условий договора стал запрет поклонения Талосу. Для многих это было оскорблением. В их глазах империя стала недостойной поддержки. Так появились братья Бури. И так они выиграли. И сам Ульфрик. Наступит ли мир теперь, когда имперцы побеждены? На некоторое время воцарится мир. И мы должны успеть сделать Скайрим таким же, как прежде, сильным, самодостаточным сердцем человечества. Потому что империя не единственный и даже не главный враг. Очень скоро эльфы вновь попытаются захватить власть над миром. И мы должны быть готовы к борьбе. Ибо именно Скайрим поведет Тамриэль к свободе в эти темные дни, когда будет решаться судьба мира. Ох, друзья. Ван Гуэ в шестой части будем сражаться против Талмара. Как же круто они проработали отдельные диалоги с жителей. Даже некоторые фразы я слышал просто в первый раз. А вы? Но все же, давайте теперь послушаем и посмотрим другую сторону медали. Когда империя победит. Империя победила. Винхельм, Базар, Нирия. Смена власти. И приход империи плохо сказались на делах. В какой-то степени да. Но хаос иногда открывает удивительные возможности. Когда к власти приходит новое правительство, записи теряются. О налогах забывают, а законы соблюдаются не всегда. Новые стражники еще толком не выучили свое ремесло. Так что могут не заметить небольшую партию контрабанды или мелкие кражи. Конечно, не то чтобы я занималась такими вещами. Ну как и в реальной. Как и в реальной жизни, да? Торговец мясом какой-то волшебник. Много изменилось с тех пор, как власти стала империя. Нет, пока нет. Имперцы пришли не так давно, а настоящие изменения требуют времени. Тем не менее, честный и справедливый правитель это уже плюс. К тому же, в отличие от Ульфрика, Брунбульф отнюдь не расист. Он делает все, чтобы мы не чувствовали себя изгоями. Впервые за долгое время я начинаю верить, что впереди нас ждет лучшее будущее. Свежие фрукты и овощи. Я так понимаю, что ты продаешь. Привет. Ульфрик был настоящим героем Скайрима. Его имя останется в веках. До сих пор не верю, что Ульфрика больше нет. Скайриму теперь никогда не обрести свободу. Ты правда восхищалась Ульфриком? Не так ли? Я этого не скрываю. И пусть в нашем городе хозяйничают имперцы, я не оставлю мечту освободить Скайрим. Ульфрик сражался за эту мечту с таким мужеством и честью, каких не достиг еще ни один Норд. Но теперь Ульфрик погиб. И наша мечта погибла вместе с ним. Но когда дело Ульфрика продолжит кто-то другой, я буду готова. Мой выбор не изменен, как восход солнца, холод льда или твердость камня. Какая боевая девочка, да? Как же так? Ульфрика больше нет. Если бы не Гермер, я бы уже покинул город. Теперь, когда нет Ульфрика, останется ли ты Винхельме? Я уже почти уехал. Не уверен был, что смогу жить по имперской указке. Я уже начал вещи собирать, но тут пришла Гермер. Хотела завершить обучение кузнечному делу. Как я мог отвернуться от такой целеустремленности? Ну и конечно, приятно, когда тебе говорят, что хотят учиться только у лучшего кузнеца в Скайрине. Не мог же я ее отправить к этому выскочке, Йорланду. Эльда, Таверна Винхельма. Ты скучаешь по Ульфрику? Да, что правда, то правда. Он, ясное дело, был не без греха, но зато знал, что значит быть нордом. Имперцы всегда в нас ноги вытирали. Тысячи нордов впали смертью храбрых в Великой войне. А что империя? Империя запретила Талоса, любимого сына Скайрима. Спасибо вам огромное, безбожные мерзавцы. И тебе вы в числе. Короче говоря, Ульфрик был за Скайрим. За всех нас. А кто теперь за нас будет? Привет. Ульфрик Буревестник был настоящим героем Скайрима. Он выступил против Талмора и отказался предать Талоса. Ты должна быть страшно огорчена смертью Ульфрика. Мне плевать, что говорят имперцы. Со смертью Ульфрика Буревестника погиб один из величайших героев Скайрима. Талморцы наконец-то добились своего. Поклонение Талосу окончательно исчезнет. По крайней мере, они так думают. Истинные сыновья и дочери Скайрима никогда не забудут могучего Талоса. Если ему нельзя молиться в храмах, он будет жить в наших сердцах. Провались эти Талморцы в Обливиан. Я никогда не отрену Талоса даже под страхом смерти. Пусть приходят. Я приму мученическую смерть. Ого. Док и Винхельма. Хорошо знает болото. Ты рад, что Ульфрика нет больше? Ты представить себе не можешь. Тебе ведь известно, что именно он выставил Аргнян за городские стены. Надеюсь, в следующей жизни он станет Аргнянином и будет жить в нищете под властью какого-нибудь фанатичного норда-диктатора. Шучу, конечно. Но я очень рад тому, что теперь империя управляет Винхельмом. Но что-то все равно его не пускают в город. Странно. Квартал серых Винхельм. Ну как? При империи лучше стало? Да, значительно лучше. Ульфрик и его люди не скрывали своего презрения к темным эльфам. Да и остальные-то меньшинства не жаловали. Имперцы же всегда отличались большей терпимостью. Так что я рад, что теперь у власти они. Ну да, Даннер и счастливы, что не стало Ульфрика. Не могу сказать, что вид имперских солдат на улицах города меня как-то беспокоит. Думаю, это только к лучшему. Да, если империя выиграет, в Рифтоне, мне кажется, не лучше будет Ярла. Наступит ли мир теперь, когда Ульфрик мертв? И генерал Тулей. Наступит ли мир теперь? Самые отчаянные из мятежников еще долго не угомонятся. Но в большинстве своем народ желает мира. Только есть еще и Талмор. И что-то мне подсказывает, что мир с ними долго не продержится. Но это останется между нами, хорошо? И Ульфрик говорил, что Талмор будет и Тулей. То есть, в любом случае, нам явно намекают о Талморе. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Конечно же, в The Elder Scrolls 6. А, вы поняли. Признаюсь честно, кое-какие фразы просто в первый раз слышал. Обалдеть. Как-то я не занимался вот этими всеми расспросами после квестов войны, а тут... Спасибо, ребята, которые посоветовали. И мне кажется, каждый из нас сделает какой-то вывод. На этом все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»